После окончания коммунизма браконьеры истребляли диких животных. Сарна и Козерог в Болгарии находятся на грани вымирания. До десяти лет назад. Вместе с нетронутым людьми в Радопах находится рай для высокогорной дикой природы. Сможет ли трофейная охота воскресить их из пепла разрушения? Это место лучше всего хранимая тайна Европы. Удивительно, что здесь можно увидеть, и что можно делать здесь слухом. Они пришли в эту тайную зону. Не для всех мы пришли в эту зону. В первые полчаса мы увидели много-много шамуанов. Смотрите своими глазами на бесценное дикое сокровище, о котором местные неустанно заботятся. Но чтобы защитить его, мы скроем от вас пункт назначения. Мы оставим его местоположение в тайне, но покажем вам, какие искушения охоты скрывает это секретное место. В сегодняшнем эпизоде мы попытаемся совершить что-то необычайное. Вместе с одним из лучших лучников мира мы отправимся в поиск огромного козла. Возможный претендент на новый мировой рекорд по лукострельбе на дикого козла Балкан. Ну вот, мы достигли вершины горы. Дорога заняла около двух часов, так что вы выезжаете в темноте, едете по дорогам и начинаете подъем. Мы пользуемся этой маленькой русской нивой, она просто выглядит как маленькая машина. Но это все, что нужно, но у него полный привод, ты бы удивился, куда он может зайти. Это моя вторая попытка охоты на Балканского Шамоа. У нас мороз, середина октября. Все в Штатах думают о охоте на оленей, а я здесь, на вершине горы. Балканские серна сложная охота, это маленькие животные, у них очень хорошее зрение, они видят вас за далекое расстояние. Мы поднялись на гору с обратной стороны, так что до обрыва у нас еще примерно полчаса 45 минут. Мы попробуем подойти с хорошим ветром и хорошим светом. Солнце будет прямо перед нами, но мы думаем, что сможем их заметить и надеемся подобраться к ним. Давайте попробуем. Сегодня станет тем днем. Хорошо подняться на приятное место для отдыха среди людей. Как видите, я снова снял свою одежду. Вам не нужны термобелье и кофты при восхождении, потому что вы продолжаете подниматься и подниматься, и в конце концов вспотеете. Эти горы высотой 2000 метров или около 6000 шагов. Я живу у уровня моря. Вот почему охота в горах вызывает у меня такой стресс. Козы живут на скалистых вершинах, это еще 25 минут пешком. Мы объехали на западную сторону горы на машине примерно за 2 часа, чтобы начать восхождение, когда стемнеет. Мы проходим через долину и хребет, чтобы добраться до этого густого леса. Когда мы подойдем к месту, где рядом обитают козы у каменистого карниза, я вновь экипируюсь в свою охотничью одежду, и я буду готов к действию. Посмотрите на эти гигантские ели, как они упали. Это из-за обильных снегопадов в этом регионе. Когда накапливается много снега, начинается ураган, и корни не уходят достаточно глубоко. Эти гигантские ели падают. По падающим деревьям можно было понять, где прошел ветер. КОНЕЦ КОНЕЦ Есть один черный. Это самец. Оно нас не видит, но может быть и другие. Давайте вернемся. Мы пойдем за угол. КОНЕЦ 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 Мы сделаем перерыв. Хочу рассказать вам об оборудовании, которое я использую в этих горных охотах. Я стреляю из лука, Мэттьюс Триакс, это довольно короткий лук. Я предпочитаю немного подлиннее. 81 см будет лучше, чем этот, у которого 71 см между осеми. Но на самом деле это очень хороший лук для стрельбы. Он стреляет очень быстро и плавно. Когда вы натянули тетиву и остановили эксцентрик, вы просто... Знаю, ты сделаешь хит. Для меня Мэттьюс лучший. Мой лук сделан довольно просто. Как видите, на нем нет ничего лишнего. Я не пользуюсь пипом, но кнопкой, потому что стреляю с открытыми глазами. Я стреляю с прицелом IQ Backside. Он оснащен двумя статичными штырьками на 20 и 30. Тогда я мог бы повернуть третий штырек. До 40, 50, 60, 70. Это обеспечивает мне исключительную гибкость, что замечательно, когда охочусь в движении. Если вы сидите на охотничьем скратке или в укрытии, вы знаете, где расположены 20 и 30, у вас есть фиксированный прицел. Тем не менее, если он убежит на 50 метров, вам просто нужно повернуться, и вы будете готовы к стрельбе. Это мой затвор. Он падает. Во время съемки нужно снимать. Достаточно просто, сделано надежнее. Я храню свои стрелы в колчане на рюкзаке. Это лучший способ не носить слишком много вещей на луке. У вас нет лишнего бремени. Иногда в горах бывает ветрено, и ветер может сорвать руку. Видите, что ваш лук достаточно легкий, чтобы его можно было стабильно держать на вытянутой руке во время дальних выстрелов. Стабилизатор также полезен, чтобы стабилизировать мой лук после выстрела, чтобы чувствовать лук, особенно при дальних выстрелах. Мои стрелы Carbon Express Maxima. Они весят 350 грамм. Их диаметр меньше по сравнению с другими. С двусторонним механическим лезвием. Это немного старый тип. Новые модели имеют более крупные режущие элементы на вершине, но они сохраняют широкое второе лезвие. Как только это устройство открывается, оно оставляет огромное отверстие во всем, через что проходит. Основная причина, по которой мне нравится это лезвие, заключается в том, что я хочу иметь лезвие, способное нанести самые страшные разрушения, даже после самого неудачного выстрела. Подумайте об этом, если вы всегда делаете идеальный выстрел в сердце за лопаткой. Таким образом, вы можете стрелять любым лезвием, даже тренировочным, но если выстрел произведен по животному, которое поворачивается или подпрыгивает, или если вы задели ветку куст или ошиблись с дистанцией, у вас плохое попадание. Тогда это лезвие вам понравится и то, которое я использую, потому что когда вы поразите животное этим лезвием, и создать большое отверстие, из которого сильно идет кровь, нет никакой возможности проиграть в этой игре. Это то, о чем мы говорим, потому что когда вы стреляете, вы стреляете, чтобы убить. Я всегда старался попадать в противоположную лопатку, потому что хотел, чтобы стрела прошла сквозь все животное. С этим луком Мэттьюс весом в 32 килограмма, у меня длина натяжения 28 дюймов. Он развивает скорость около 85 метров в секунду с этими стрелами. Это содержит много кинетической энергии, достаточной для пробития отверстий сквозь животное. К тому же они обладают большим диаметром. Довольно просто, но этого всего вам понадобится почти везде. Вы могли бы охотиться на белохвостого оленя и лося с этим луком, бурого медведя, карибу, всех 29 крупных североамериканских животных. Возможно, я бы охотился на буйволу с неразборным лезвием. Тем не менее, эта стрела может сразить даже бизона. Это подойдет для любого такого животного. Я всегда держу свои бинокли в открытом чехле. Он сохраняет его сухим и легкодоступным. Мой дальномер тоже удобен, легко использовать, и все доступно. Это важно. Я использую почти одно и то же снаряжение на каждой охоте. Макс 1. Темно-коричневый камуфляж. Довольно хорош. У меня тоже есть специальные ботинки для скалолазания. Я использую несколько марок. Тем не менее, они довольно удобные. В общем, это оборудование, которое я использую во время моих охотничьих вылазок. Придерживайтесь простых, но эффективных приемов. Они сделают вас лучшим лучником. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Я посмотрю вниз Вот коза Она прямо там Здесь трое Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok 45 метров Добавил субтитры создавал DimaTorzok Это может быть наш шанс. О, боже, это было огромное разочарование. Это было огромное шанс. И ничто не могло туда попасть или выйти. Я думаю, мы его поймали. Я верю, мы это сделали. А гигантская коза... Это безумие. Подожди минуту. Хорошо. Один выходит. Один черный выходит. Остальные тоже там. Я уверен, что их было трое. Остальные там, я уверен, их было трое. Давайте дадим им время, немного времени. Когда вы охотитесь в горах, все зависит от упорства, терпения, мотивации не сдаваться. Находясь в горах, вам следует беспокоиться не только о местности и погоде, но и о том, что вы думаете, как можете обмануться и сдаться. Когда вам нужно много подниматься, а вы не в форме, вы можете испытать психическое истощение, потому что устали и ноги болят, и вам не захочется покорять еще один горный подъем. Вы бы не хотели перейти на следующий уровень. Действительно, следовать за животным вам не захочется, ведь вы устали, так что вы бы сидели где-то, надеясь, что животное пройдет мимо. Реальность горной охоты заключается в том, что вам нужно быть как першик. Найти животное, зафиксировать его взглядом и следовать за ним. Вам следует попытаться подобраться на расстояние их окружения, и для этого вам нужно использовать все известные вам хитрости. Используйте местность, ветер, тепловые потоки, камуфляж и большие скалистые горы, вот такие, чтобы спрятаться и знать, что козлы могут спускаться по вертикальной стене. В любое время. Хорошо, на каменистой местности то, что вы слышите катящиеся камни, можно услышать приближение животного, может показаться удивительным, учитывая их размер, но эти животные могут передвигаться группами по 3, 4, 6 или 10 одновременно. Всегда найдется камень, который можно перевернуть, всегда будут копыта на камнях, и если прислушаться, их можно услышать. И у вас будет гораздо больше шансов быть готовым, когда животное появится, ведь вам действительно нужно их найти, и вы не можете просто видеть, как они подходят издалека. спрятанный в тайной норе, место, где вас не видно, как только они заметят вас, будет уже поздно, вы уже натянули бы тетиву, готовясь к выстрелу. Или вам нужно двигаться вдоль края, как здесь, подойти и посмотреть, и убедитесь, что вы проверили и осмотрели каждое возможное место, где могут лежать козлы. Если вы найдете одного и окажетесь над ним, и он не знает, что вы там, потому что есть подходящий термический поток. Вы найдетесь в очень хорошем положении, потому что, вероятно, будете в пределах досягаемости и сможете стрелять. Стрелять по лежачему зверю во время горной охоты, как сейчас, ничего плохого. Если удастся подкрасться достаточно близко для смертельного выстрела, это будет отличный выстрел, это не приманивание. Охотиться трудно, когда ты забрался так высоко, и у тебя всего один шанс, нужно быть точным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это невероятно крутой склон. Я нашел свою стрелу, вся в крови, но лезвие пропало. Похоже, когда стрела прошла сквозь животное, она ударилась а камень с другой стороны и сломалась. Без света я бы не смог его найти. Я переместился с камня сюда, в это открытое пространство. На самом деле, это огромная скала, здесь кровь, но это один из минусов охоты в такой местности. Это когда вы делаете выстрел, и животное подпрыгивает, оно может оказаться за камнем или кустом, и я видел, как оно бежало с камня, но оно исчезло. Итак, я не знаю, где это было на самом деле, это прямо вниз. Очень круто. Я не видел, в каком направлении убежало животное, очевидно, оно бежало вниз, так что, надеюсь, оно должно быть где-то здесь. Тем не менее, нам нужно следовать по кровавому следу. Очень круто, на самом деле, здесь больше крови. Хорошая кровь, действительно хороший след прямо здесь. Вот оно, балканские серна прямо там, в корнях тех деревьев. Очень круто, будьте осторожны. Вот оно там, оно скатилось в ущелье. Действительно, здесь очень круто. Смотрите на это, вот это да. Балканский шамуар, невероятно. Посмотрите на это прекрасное окрашивание. И уши, смотрите, какие длинные рога, они идут прямо вверх и в основании довольно толстые. Так они загибаются назад, как крючки в форме буквы V. Посмотрите на эту прекрасную, прекрасную балканскую серну. Вау, какая фантастическая охота. Каждый раз, когда вы находитесь в местности и охотитесь в движении, это захватывающе. И когда вы преследуете маленького козленка, как на одном в Болгарии, в горах, вам нужно использовать все, что может пригодиться. Ветер, местность, камни. Мы двигались вдоль края скалы, осматриваясь, искал и вдруг нашел коричневое пятно, а затем еще одно. Вот еще одна, прямо под острым камнем. Мы подползли к месту, я измерил расстояние в 45 метров вниз, так что очевидно было чуть больше, но я выстрелил на 45, оно подпрыгнуло, бежал вниз по склону и перевернулся, но мы нашли его по старой доброй кровавой следе. И вот оно скатилось в эту ущелью, такой прекрасный балканский серна. Это самка с длинными тонкими рогами, но с очень хорошими массивными основаниями. В это время года разрешено охотиться на самок. Во многих случаях самки выглядят длиннее, но самцы более массивные. Это прекрасная коза, я обожаю луковую охоту, и вот почему. Просто посмотри. В конце успешной охоты, особенно с луком и стрелами, вспоминается многое. Из своего рода лука на Джеда Раузен и выбор, с которым вы ели охоту сложнее, чем нужно. Но когда вы отправляетесь на такую охоту, как на балканского серну, и охотитесь высоко в горах, где нужно подойти как можно ближе, вы не сможете сделать выстрел с 200 метров. На самом деле, в лучной охоте настоящая охота начинается с 200 метров. Затем нужно подкрадываться. Так что осматривайтесь, наблюдайте и ползите. И САКТЕРО БЕРЛАЙТСХОВЕТЕРО БОНУДДАИСПОРЗОВАТЬ РЕЛЬЕФ, чтобы подойти на дистанцию. Как только вы окажетесь в пределах досягаемости, остается только натянуть лук, прежде чем животное вас заметит. Установите подходящую стрелу и сделайте правильный выстрел. И стрела должна пройти через животное и перерезать артерии, чтобы животное быстро умерло и его можно было найти в кустах. Этот балканский серна оказался здесь благодаря выстрелу с 45 метров. Катясь вниз по склону. Это довольно очаровательная и захватывающая охота. Охота с луком – это метафора хорошо прожитой жизни. И все же вы пытаетесь снова, продолжаете подниматься и подниматься. Есть разочарование и усталость. Но в конце концов вы добиваетесь успеха. И вот оно, ради чего все и было – трудновыигранные битвы делают луковую охоту таким вдохновляющим видом спорта. Я обожаю лук и стрелы. Том не мог поверить своим глазам, когда официальное измерение подтвердило это. Его великолепный балканский серна был вторым по величине, когда-либо добытым с помощью лука. Первым, кто успешно добыл балканского козла с помощью лука, был Арчи Несбет в 2005 году. Его пионерская охота проложила путь для других, кто стремился последовать его примеру – искать верхний предел мастерства в суровых горах. Годы спустя Гэри Богнер поднял планку еще выше, выстрелив в огромного Билли, который до сих пор держит мировой рекорд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова